Не так давно меня попросили рассказать о создании аккуратного и точного контурного изображения в фотошопе. Эту неделю мы и посвятим этой теме. Как вы знаете, в графическом планшете довольно сложно создать точные чистые линии контуры. И вот перед вами кошмар художника. Рисунок технического предмета со сложной конструкцией. Взгляните, в объекте множество цилиндрических элементов. То есть художнику в процессе работы нужно будет нарисовать множество валов и эллипсов. Если бы я работал на бумаге, то пользовался бы измерительными инструментами, например линейкой или трафаретом с эллипсами. Но я работаю в фотошопе, поэтому я воспользуюсь теми инструментами, которые доступны в программе. Конечно, вы можете попытаться нарисовать объект самостоятельно, но я думаю, что будет более конструктивно и полезно, если я покажу через какие этапы мы пройдем в нашей работе. Давайте вначале мы делаем грубый набросок. Обозначение номер 1. Затем работаем над контурами, делаем их чище и аккуратнее. Это номер 2. И наконец на третьем этапе я приступаю к самому процессу рисования. В четверг мы будем работать над этапом номер 2. А сегодня давайте начнем с простых вещей и создадим основные формы. Во время работы я буду пользоваться временными слоями. Мы говорили о них ранее. Во время работы над каждым элементом я буду создавать новый слой. Очень часто мои линии будут немного выезжать за нужные границы. Тогда я просто стираю лишнее, создаю новый слой и снова рисую длинную уверенную линию, а потом стираю лишнее. Смотрите. Этот подход особенно полезен при работе с цилиндрическими выемками, типа этой. Как видите, в одной стороне треугольника есть выемка. Я могу либо нарисовать линию до выемки, затем нарисовать выемку и потом закончить линию. Но в этом случае мои линии могут оказаться не параллельными. Лучше сначала нарисовать прямую линию. Затем нарисовать выемку. Ну и затем стереть ненужную часть прямой линии. Также можно нарисовать кривую при помощи инструмента в фотошопе. Для создания кривой я использую инструмент Elliptical Marquee, овальная область выделения. Затем я выбираю Edit Stroke и указываю в настройках инструмента ту же ширину, что и у моей линии. Это 2 пикселя. После чего нажимаю ОК. Выбираю Отменить выделение, Deselect. И вот у меня есть готовый овал. И так как его форма не совсем правильно, то я нажимаю Ctrl-T, чтобы правильно расположить и растянуть овал. А затем сохраняю изменения. После всего этого застираю лишнее. Затем перехожу к слою с линией и удаляю ненужное на ней. После чего я объединяю все слои в один общий. И так у меня есть аккуратный чистый контур. И чтобы вы подготовились к работе над контурами, я подготовил для вас упражнение. Я сделаю несколько упражнений для примера, а затем размещу файл в блоге, чтобы вы могли скачать его и поработать сами. Вы уже знаете, как создавать прямые линии при помощи клавиши Shift. Получаются аккуратные прямые линии. Точно так же, как я работаю с треугольником. Смотрите. Вот эти овалы тоже хороший пример для упражнения, так как они слегка не симметричны. То есть я не могу выбрать их при помощи овального выделения сразу. Мне нужно поработать над формой овалов, чтобы они соответствовали оригиналу. Я создаю новый слой. Выберу толщину в 3 пикселя, чтобы вы лучше видели овал. Некоторые фигуры состоят из двух разных частей. У одной есть прямая сторона, а у другой овальная. Поэтому я использую два разных слоя. Удаляю ненужные мне линии и затем объединяю слои. Смотрите. Вот тут вы можете использовать инструмент перо PEN. Обычно я редко, когда использую его. Но он бывает очень удобен, так как у этого объекта есть и прямая, и изогнутая стороны. Это отличный пример, чтобы практиковаться с пером. Итак, я выделяю фигуру. Затем нажимаю обводка, stroke. И вот, контур готов. В этом случае у меня есть участок овала и несколько прямых линий. Поэтому я сначала разберусь с прямыми линиями, а затем наложу овал. Я снимаю выделение и убираю ненужные мне линии. Я всегда стараюсь найти самый простой и быстрый способ построить форму объекта. Я стараюсь использовать различные средства, прямые линии, овальные выделения, иногда перо. Сами попробуйте поработать над остальными фигурами. Так вам будет проще создавать контуры объектов. Желаю вам удачи в работе.